Доброе здоровьи, Сага! Очень интересный видосик я решил запилить. Сравнение, знаете, сравнение не рекомендаций, а сравнение результатов этих рекомендаций. Ну, допустим, вот Елена Малышева рекомендует, и что у неё с суставами, и я что-то там вам рекомендую, и как у меня дела обстоят. Итак, смотрите, вот я нашёл Елена Малышева болезнь с суставом, как лечит артрит, артроз рассказывает, как лечит. Вот, всё, 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 тара-та-та, есть, ревматоидный артрит, что сковывает руки. Тоже знает. Так, проведение процедуры укола у коленей, в коленный сустав. Далее, такая ерунда, как хондропротекторы. То есть, вот, по одним только названиям можно судить, что тут, как в предыдущем ролике было, то уж тут точно будет человек здоров, ну, столько знает, столько это. Далее, рекорды в спорте, рекорды в жизни, как победить коксартроз. Опять-таки, Елена Малышева всё это говорит нам, да, как победит коксартроз. Вот как его победить, знаете, вот, 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 вот. Артроз с Еленой Малышевой. Значит, нолтрекс при лечении артроза. Уколы в суставы, гиалуроновая кислота. Да, всё, ну, ну, всё сделает, всё сделает, и всё, и всё будет, и всё будет. А теперь вот посмотрим. Внимательно слушаем, я сделаю погромче. Итак. Нахожусь в нашем медицинском центре. Готовлюсь к МРТ-суставу, потому что еле хожу. Вот так. Только что меня посмотрел доктор. Сейчас пойду на МРТ, а потом будем решать, что делать, потому что боль в подвздошной кости я практически не могу ходить. Вот так. Вот так. А давайте мы посмотрим с вами на Геннадия Петровича. Дабы сравнить. Ну, я пока сижу, не хожу. Смотрите, что вот я бы вам показал. Что бы я вам показал. Так, где-то у меня имеется. Ну-ка, сейчас, сейчас посмотрю. Посмотрю. Ага, МРТ. Так, в каком же это году было? В каком же это году было, 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 было. Смотрите, 2, 12, 16 у меня было с суставами, если мягко так сказать, полная жесть. Давайте я сделаю, чтобы вы больше видели вот эту вот штучку. Это значит спектр диагностика, магниторезонансная атомография. Вот в 16-м году сделала снимки. Ну давайте посмотрим их. Смотрите, вот, можете остановить специалисты и посмотрят мои снимочки. Вот они, вот они. То есть весь позвоночник был снять МРТ, потому что ситуация была очень сложная. И тут видны разрушения. Вот здесь вот, особенно вот тут, если посмотреть, какие-то эти суставы развалился вообще. Вообще. И боли, и ходить, и спать. И плечи болели. Не мог спать. И спина болела. Начинали тазобедренные суставы. Ну и всё остальное. Вот специалисты, смотрите, смотрите, как раз. Теперь мы перейдём. Ага. Что тут написано? Спектр диагностики. Спектр диагностики. Это уже что? Последнее, что ли, видео у нас? Тут они там пишут. А, вот заключение можно прочитать. Заключение, смотрите. МРТ, картина дистрофических изменений грудного отдела позвоночника, полисегментная, полисегментная протрузия дисков. С7, палочка, ТН1, ТН2, палочка, или дробь 3, ТН3, дробь 4, ТН4, дробь 5, ТН8, ТН10, дробь 11. Гемангиомы, гемангиомы, ТН2, ТН3, ТН4, ТН7, ТН8, ТН9 позвонков. Далее. Антилизистез. ТН1 позвонка. Так, равномерная передняя клиновидная деформация тела ТН8 позвонка. Грыжа шмоля в телах ТН5-ТН12 позвонков. То есть, с 5 по 12 позвонки сразу. Признаки деформирующего спондилеза на уровне ТН3-ТН12. То есть, опять, от 3 до 12 сегментов. Пондилоартроза на уровне ТН1 сразу ТН12 сегментов. То есть, с 1 по 12, это как хряс, и всё. Весь позвоночник, как говорится, в труху. Далее. Сколиоз. Рекомендации. Консультация невропатолога. То есть, вот вы хотите какое-то здоровье иметь, а тут вам просто говорят, консультация невропатолога. И всё. Зачем вам здоровье? Вам нужны консультации. Далее читаем. Магнитно-реженансная томография. Там Тесла, Месла, тата-та-та-та. Дата рождения Петрович 20-го, 54-го. Номер исследования. Область шейного отдела позвоночника. Ага, шейного. Давайте. МРТ-картина дистрофических изменений шейного отдела позвоночника, осложнённых грыжи образованием S3-4, S4-5, S5-6, S6-7, протрузии диска S7-TH1, гемангиома S7 позвонка, антилистез, S7 позвонка, грыжа шмоля в телах, S5-7 позвонков, то есть сразу, тире, да? Участки жировой дегенерации костного мозга. Костный мозг, дегенерация, ё-моё, кошмар! Значит, модек тип 2 у них, вот так-то. С6-7 позвонков, признаки деформирующего спондилёза на уровне S4-S7 сегментов, спондилоатроз на уровне С2-TH1 сегмента. Сколиоз, асимметрия диаметра В2 сегментом экстракринальных отделов позвоночных артерий. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, Петрович, как ты живёшь, ё-моё, как ты, как ты спасся, как ты спасся, Петрович? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. И вот последнее, это, значит, заключение, да, заключение читаем. Пояснично-крестцового, о, вот это более важно, да, картина дистрофических изменений пояснично-крестцового отдела позвоночника, осложнённых грыжеобразованием L1-2, L2-3, L3-4, L4-5, L5-S1, протрузия диска TH-12-11, наверное, там что-то тут написано, а, дроп L-L1, нерезко выраженные реактивные воспалительные изменения в телах позвонков L1-L2 в виде отёка, отёка костного мозга, модик тип 1, ёханый бабай, участка жировой дегенерации костного мозга, модик тип 2, L4-L5-S1 позвонков, ретро-листес L2 позвонков, грыжи шмоля в телах L1-S1 позвонков, ёханый бабай, ай-яй-яй, гемангиомы тел L1-L4-S1 позвонков, признаки деформирующего спондилёза на уровне TH-12-S1 сегментов, спондилуартроз на уровне TH-12-S1 сегментов, сколиоз, МП, картина, дистрофических изменений крысово-копчикового отдела позвоночника, ай-яй-яй-яй-яй-яй, как тебе копыта ещё не отбила, признаки артроза крысово-копчикового сочленения, ой-яй-яй-яй-яй, простая киста правой почки, класс 1 по бошняк, видите, простая киста, и рекомендации, консультация невролога-уролога, то есть в конце 16-го года с моим здоровым позвоночником совсем была полная жесть, ну прямо скажу, вообще-то, знаете, я не отчаялся, а, ну, подумал, ну это, возраст как-никак, в 16-м году, это мне было 62 года, ну пошёл на пенсию, ну и всё, всё, грубо говоря, там немножко потянешь, вообще-то нормально 62 года пожить, и так далее, ну вот, тем не менее, очень важно видеть перспективу, перспективу в оздоровительном плане, я многое кое-чего прошёл, кое-чего сделал, ну, бывают моменты расслабления, и вот результат вот этого расслабления, длительного расслабления, а это, значит, вот работа на телевидении, естественно, там всё это там забрасывалось, так, постоку-поскоку немножко придерживалось, то есть было очень плохо, и вот, вот я увидел на горизонте, что существует такая гимнастика, изодинамическая, я сразу же, несмотря на то, что какие-то там цены на этот тренажёр, можно сказать, там, для обычного человека, знаете, так, возможно, они там и запредельные, я покупаю этот тренажёр, и самостоятельно, потому что голова у меня, ну, наверное, всё-таки светлая, я начинаю заниматься, я сейчас уже занимаюсь пять лет, значит, я где-то начал заниматься в двадцатом году, и вот по сей день, и вот теперь сравниваем, Малышева Елена говорит, в результате того, что вот-вот рекомендуется, столько всего, столько я знаю, столько умею, столько у меня врачей, столько клиники, вот-вот-вот-вот. Будем решать, что делать, потому что боль в подвздошной кости, я практически не могу ходить, вот так. Ходить очень трудно, вот так вот, да. И теперь посмотрите на моё занятие. Посмотрите на моё занятие, я позволю его прокомментировать. Оно будет тогда здесь, но я, значит, буду отсюда его комментировать. То есть сегодня я занимался. Занятие было изодинамическое гимнастико. Изодинамический гимнастик. Раз. Так. Ну, чтобы вас особо не искушать, хочу сказать, вот это вот упражнение, где я делаю с весом 440 килограмм, 420 килограмм, ну потихонечку, и вот последний подход у меня был на весе 700 килограмм. Вот это вот занятие великолепно позволяет проработать предстательную железу. Немножечко о предстательной железе. Немножечко, ну буквально таки чуть-чуть. Значит, я слышал, что король Англии, что-то у него с предстательной железой, такой-сякой, прооперировали, там рак и всё там такое. Я бы не сказал, что у меня там какой-то полный порядок с предстательной железой. Вот это вот занятие позволяет активировать область таза, насытить эту область энергией, которая делает очень мощные вещи. Мне как-то не хочется всё подчёркивать, что у меня до сих пор ещё, будем говорить, всё работает по мужской там части. Хотя тоже были проблемы с предстательной железой в тех же там годах. А сейчас я этого не ощущаю. Значит, работает, работает низ. Как раз будем говорить, да, что это ещё упражнение делает? Это упражнение из-за того, что ты опираешься спиной вот в эту вот доску, вот, оно позволяет, а давишь ногами вверх, оно позволяет за счёт давления на спину выравнивать вот эти все эти там эти позвонки, улучшать кровообращение, энергообращение, и оно управляет. Это важно понимать. Оно управляет область крестца, область таза и поясницы на места. Что я и сделал. 700 килограмм лучший результат у меня там где-то, по-моему, даже 820 килограмм. Ну, я ж не каждый раз хожу. То есть, решил эти проблемы с помощью этой гимнастики и рассказываю, что вот это вот делает упражнение. Плюс ещё у нас там такие фразы звучали, что костный мозг превращается в жировую ткань. Так вот, за счёт вот этой вот гимнастики что у нас получается? У нас получается, что мы тренируем костный мозг за счёт очень сильного продольного усилия. Мы ждаем ногой, и как раз во время вот этого давления энергетически идёт омоложение костного мозга. Ну, вы можете на меня посмотреть. Возможно, я там не так хорош, как бы вам хотелось, но тем не менее восьмой десяток-то пошёл. Ну, смотрим дальше. То есть, это первое упражнение я закончил. Далее приступаем к дожиму лёжа. Вот. 160 килограммчиков раз-раз. То есть, мы пропускаем энергию через плечевые суставы. У меня это упражнение не пользуется какой-то особой такой большой популярностью. Но тем не менее, вот 200 килограммчиков я продавливаю. Самый лучший результат у меня 220. Но, как говорится, не в этом дело. У меня раньше плечевые суставы, вот здесь вот, несмотря на то, что я занимался вот этой атлетической гимнастикой, у меня спортзальчик, всё это там такое, они болели так, особенно ночью, что я буквально через каждые 10-15 минут менял положение. Потому что то один заболит, поменял положение, то другой заболит. и так всю ночь не высыпался. Сил особо нету. Простынь в жгут сворачивалась. Это я, как очевидец, говорю, что у меня было. Кстати, шея болела, тоже болела, и шея. Ого-го-го-го. Ну, как-то, знаете, есть что-то больше болит, что-то меньше болит. Так вот, плечи болели вовсю. А что касается... Ну, ладно, сейчас немножечко туда дальше мы с вами пройдёмся. В результате вот этого упражнения у нас идёт вправление позвонков в грудном отделе. То есть, ты давишь сюда, а оно назад давит. То есть, это выравнивает, разравнивает. И, естественно, опять-таки, идёт энергетика, идёт там кровоснабжение, которое это всё оздоравливает. То есть, лучше с сердцем стало. Знаете, как-то я заметил. А с сердцем-то лучше стало. Там с лёгкими, ещё там что-то там такое. То есть, даёт свои улучшения. Ну, посмотрим, что там дальше у нас. Ага, это я продавил в 190. И вот, смотрите, интересное упражнение. Вот это вот упражнение такое в изодинамической гимнастике она считается, как бы сказать, королёвым. То есть, в этом, в этой позе человек развивает самое большое напряжение. То есть, тут ноги давят. Что происходит? Ноги давят, и в результате этого у вас опять-таки работают ноги мощно. значит, прокачивают. Вот есть высказывание о том, что приседания как раз способствуют тому, что они нормализуют работу тазовых органов, значит, предстательную железу и, так сказать, и половую силу дают. Так вот, это упражнение, оно действует ещё более мощнее. Ну, вот вы смотрите, вот теперь, как бы сказать, скажем, здесь сейчас стоит 800 килограмм. Давление на суставы ног практически тут. Давление на коленные суставы, ну, грубо говоря, пускай на одно колено 400 килограмм, на стазобедренный сустав. И плюс, когда ты вот так вот выдавливаешь себя, то есть, таз поднимаешь вверх, то ты вот эти вот позвонки, как бы сказать, опять-таки вправляешь, выравниваешь. У меня даже вправился копчик, копчик вправился. Кто вправит копчик? А он вправился в результате вот этого вот упражнения. Значит, вот 700 килограммчиков я прокачал. И вот мы подошли. Всё, это сегодня было. Я о рекордах не говорю. Рекорд у меня тонна 50. 900 килограммчиков. Опачки! Раз! И 950 килограммов второй раз напычился, сделал. То есть, я развил огромную энергетику, которая прошла через мой организм, естественно, оздоравливая всё, что там в нём имеется. Вы представляете? Вот. Какой у меня за 5 лет моих занятий таз, тазобедренные суставы, коленные суставы, голеностопные суставы. Кстати, после занятий настолько идёт мощное воздействие на организм человека, что буквально как будто бёдра тебе побили палками, и они отходят дня 3-4. А если ты тягу делаешь, вот такую вот тягу делаешь, вот здесь сейчас стоит 360 килограммчиков, раз! Есть такое дело. Ну, мы это быстренько всё это прокрутим. 400 килограммчиков, 440 килограммчиков, ну, 480 килограммчиков сегодня. Да опачки! Теперь, что я хочу сказать? Представьте себе, 480 килограммов это воздействие на поясницу. А что я вам прочитал вот это вот резюме вот этот вот в результате этого исследования, что там труха полная труха, хотел сказать труханическая. То есть всё в труху, ничего здорового нету, ложись и помирай. И в чём мне рекомендации? Там невропатолог, там ещё там кому-то это самое наблюдаться или ещё что-то такое. А я когда спросил в этом 16-м году, ну, какое лечение там как раз это по телефону у нас стоит этот МРТ прибор этот, а в Воронеже врач там расшифровками занимается. Вот он мне по телефону говорит, ну, поколем витаминчики группы ЭБ, будем наблюдать, ну и всё, понимаете. Вот если бы я всё это послушал, что рассказала вот так вот, знаете, красиво ведущая Елена Малышева, и всё это применял, возможно, я давно был бы инвалидом, а возможно уже и меня бы и не было бы, потому что мне 62 года было, и я такой вот, знаете, как сарай развалился, и теперь я как скала стал. Ну, голос какой, энергетика. Кстати, в этом занятии, посмотрите, 520 килограммов, то есть, больше полутонны вес, и смотрите, это идёт нагрузка опять-таки на глистопные, на коленные суставы, на тазобедленные, на спину, на плечи, Есть? Есть? Я вам рассказываю, как я этого достиг. Не то, что вот пойдёте туда, сделайте то, вот тебе просветили, тебе рассказали, твой сарай разваливается, труха сплошная. А как из него сделать какое-то новое помещение, чтобы в нём было приятно жить, чтобы ничего не болело, чтобы ты ходил. А не то, что больно ходить и будем лечить. И специалисты. И вот ещё разок, много специалистов, но вот когда они столкнутся сами с этим, из них оказываются очень малые специалисты из всей этой когорты специалистов. Те действительно, которые можно назвать, это специалист, а это просто название такое. Следующее упражнение, это как раз крепость позвоночника, крепость всего позвоночного столба. Хотя вот та вот тяга, это тоже крепость этого самого позвоночника. Показывает. Поясничного отдела, грудного отдела, вот это плечи, всё это держит здесь. Кстати, трапеции после тяги, если ты там полтонны потянул, там чуть меньше, чуть больше. Они дня три, дня три болят. Я такого не испытывал, когда там занимался тяжёлой атлетикой. А вы знаете, я надеюсь, что я мастер спорта даже больше поднимал, подавал надежды. Вот. Ну и посмотрим. Вот это вот упражнение, которое как раз говорит о крепости вашего всего позвоночного столба. Начал я с веса 270 килогерц. Опачки. Вдох-выдох, не дышать. Опачки. Упёрся. Есть. 360 килограммчиков. Оп. Выдавил. Никаких шмоли-моли этих. Ничего не переломилось. И наконец-таки вот 400 килограмм. 400. Вы попробуйте встать под 200 килограмм. Смотрите. Какой богатый. Опа. Есть. И 400. Ну, лучший результат у меня там вообще-то 440. Так это достигнуто. 440. И допустим, вот 400. Это не тогда, когда мне было 20 лет, 30 лет. Даже 40, пускай там лет, да? Это вот оно достигнуто. И эти результаты я показал на сегодняшний день. На 25 марта 2024 года. Вот и специалисты, которые рассказывают, а сами ничего не умеют. Разницу вы, так сказать, должны почувствовать. И задать вопрос себе, а как же он это сделал? И я все это рассказываю и показываю и так далее. Кстати, для королевской семьи Великобритании я готов за крупную сумму денег, потому что им неудобно бесплатно, как вы все это получаете, получить информацию. Я готов с ними поделиться знаниями и рассказать, и потренировать, что как сделать, для того, чтобы был результат. И, по крайней мере, можете посмотреть на меня, как я выгляжу сегодня. Не в 20 лет, не в 30 лет, не в 40 лет, а вот сейчас на восьмом десятке. Включайте голову и понимайте, с кем надо общаться, кого надо слушать. Спасибо.